Приветствую вас, братья и сёстры, любовь к Господу Иисуса Христа. Знаете, я просто удивляюсь, как Дух Святой работает. Изумляюсь, потому что у меня просто-напросто это продолжение первой проповеди. Моя проповедь. Просто продолжение первой проповеди. Слава Ему за это. Давайте с вами откроем для начала Филиппийцам 3.20. Филиппийцам 3.20. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Каждый человек на этой земле, где бы он ни жил, в каком бы месте, он является гражданином какой-либо страны, той или иной. У него есть гражданство той страны, в которой он находится или родился. Что такое гражданство? Гражданство — это правовая связь человека и государства. И это даёт, гражданство даёт возможность человеку принадлежать какому-то государству, какой-то стране. Что ещё даёт гражданство, живя здесь на земле, в стране, в государстве? Гражданство даёт право на постоянное место жительства. Гражданство также даёт право на голосование, голосовать. Гражданство даёт право получить защиту, убежище или безопасность от этого государства или страны, в которой живёт этот человек. Гражданство даёт право на работу или открыть бизнес какой-то. Гражданство даёт право пользоваться ресурсами этой страны, той страны, в которой человек живёт. А также гражданство, оно часто является или может являться большой привилегией, чтобы иметь гражданство какой-то страны. Потому что это даёт, возможно, особое положение или статус в мире в этом, в обществе. Если, к примеру, кто-то скажет, я гражданин этой страны или той страны, если эта страна такая расцветает и у неё большой вес в мире, то это даёт этому человеку особое такое к нему отношение, уважение или почтение, имея гражданство той или иной страны, уважаемой, имеющей вес большой в мире в этом. Гражданство можно также купить, приобрести его можно, или можно родиться в той стране и, как бы сказать, автоматически получить это гражданство, потому что человек родился в этой стране. И даже в Библии мы видим этот пример. Давайте с вами откроем Деяние, 22 глава, 27 стих и 28. «Тогда тысяченачальник подошёл к нему, к Павлу, и сказал, скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник отвечал, «Я за большие деньги приобрёл это гражданство». Павел же сказал, «А я и родился в нём». Видите, мы с вами видим этот пример, что как и тогда, так и в наше время можно гражданство приобрести, купить можно его, или же можно родиться в той стране и стать гражданином той страны, потому что человек родился там. И в то время, когда Павел, вот эта история была с Павлом, римское гражданство имело особое уважение и почтение, имело большой вес, потому что римская империя была в расцвете всего и была очень сильная, богатая империя, и это гражданство имело большой вес в мире. Гражданство вообще, в общем так, гражданство, человек может также потерять, лишиться или даже отказаться от гражданства добровольно. К примеру, если человек решил куда-то переехать, возможно, он не хочет больше являться гражданином той или иной страны, он может отказаться от гражданства того государства, уехав в какую-то другую страну. Также государство, гражданство, я извиняюсь, можно лишиться по разным причинам. За какое-то преступление тяжкое могут лишить гражданство человека той страны, за предательство или за подделку документов. Человек как-то вот стал гражданином нелегальным путем, подделал документы. И когда узнает, это государство, оно просто-напросто лишит его гражданства той страны. И мы также, все присутствующие здесь в этом зале, мы также имеем с вами гражданство. Ну, стран, стран, с которых мы выехали, возможно, мы еще, может быть, являемся там гражданами. У нас паспорт есть молдавский или российский, или украинский, или белорусский паспорт. И наверняка у множества из нас есть паспорт американский. Мы являемся гражданами этой страны, в которой мы с вами живем. У нас есть право на гражданство, гражданство этой страны. У многих из нас есть двойное гражданство. И некоторые страны это разрешают, как Россия, Украина, Белоруссия, Германия, к примеру, она не разрешает иметь двойное гражданство. То есть человек должен определяться, или ты там, или там. Но тем не менее, это здесь у нас, что мы с вами живем, здесь на земле, мы с вами видим то, что вот, как здесь на земле устроено. Но у нас с вами, у верующих людей, есть еще самое большое и самое важное еще одно гражданство. Это гражданство неба, о котором мы с вами прочитали. Давайте еще раз вернемся к этому стиху. Филипписам 3.20 и прочитаем. «Наше же жительство» в другом переводе написано гражданство, citizenship. «Наше же гражданство на небесах, откуда мы ожидаем из Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». То есть мы с вами, каждый верующий человек, искренне верующий человек, мы являемся с вами гражданами неба. Мы получили это гражданство. Мы имеем его и мы являемся гражданами неба. Мы сейчас только с вами прочитали об этом. Давайте с вами посмотрим, как мы его получили, как мы стали гражданами неба. Для этого давайте с вами откроем Колоссянам 1.12 и 13-14 стих потом. Колоссянам 1.12 «Благодаря Богу» 13 стих «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Вот из этих стихов мы с вами видим, что Бог, избавив нас из царства тьмы, ввел в свое царство, в свою страну, в свое государство, в царство возлюбленного Сына Своего. Вот смотря на эти стихи, мы с вами можем видеть, что мы с вами родились в царстве тьмы. Когда человек приходит в этот мир, рождается любой человек, он рождается в царство тьмы. Об этом говорит Слово Божье, что все, каждый человек согрешил и лишен был этой славы Божьей. Все согрешили написано. То есть мы с вами родились в царство, в это темное, злое царство, в котором государь или господин сатана. И статус наш был с вами, живя в этом царстве. Грешники, враги Богу и были чадами гнева Божьего. Так говорит Слово Божье. Нас ожидало, ничего хорошего нас не ожидало, находясь и живя в этом царстве. Нас ожидало смерть, вечное мучение, осуждение, погибель. И мы с вами, каждый, придя в этот мир, родились вот в это царство. Но, когда мы с вами воззвали оттуда, из этого темного, злого царства, мы воззвали к Богу. И Он услышал нас с вами, нашу молитву. Посмотрите, что произошло. 13 стих. Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Вот это слово «избавил» это то же самое слово используется, когда, помните, когда ангелы Лота сказали ему, тебе надо выходить. И он там мешкался, копошился, медлил. Они сказали, что ждет гибель этот город, ждет гибель. Выходи. И он не хотел оттуда выходить, медлил. Написано, что они его взяли и увели оттуда, вывели из города. Вот то же самое слово использовано здесь. Господь избавил нас с вами, когда мы воззвали к Нему. Он вырвал нас, вытащил нас, как вытаскиваю, знаете, может быть, или за волосы, или за шкирку тонущего или гибнущего человека. Вот это слово несет смысл в себе вот здесь. Господь нас вырвал из этого темного царства, когда мы воззвали к Нему. И перенес нас в свое царство, в царство света, в небесное царство, в царство возлюбленного Сына Своего, как мы с вами прочитали. И Он подарил каждому из нас, кто воззвал к Нему. Он подарил нам с вами новое гражданство, гражданство неба. И мы с вами благодаря Иисусу Христу имеем это гражданство. Мы с вами являемся гражданами неба. Слава Ему за это. Посмотрите в 14 стихе, в котором мы в Иисусе Христе имеем искупление кровью Его и прощения грехов. Вот что дало нам, дает нам это гражданство, или что дало нам, когда Господь вывел нас из царства тьмы в царство возлюбленного сына. Мы получили искупление кровью Его от наших грехов и прощения за наши с вами грехи. Давайте посмотрим, что нам с вами еще дает и что мы имеем вот через это гражданство. Или какой теперь наш с вами статус. Давайте с вами посмотрим Ефесянам 1.4 На некоторые моменты посмотрим. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Когда Господь избавил нас от царства тьмы и ввел в Своё царство возлюбленного Сына Своего, у нас появился новый статус. Теперь мы с вами святые, мы не грешные больше. Мы раньше были грешные, живя там, в темном царстве, в злом. Теперь мы с вами прочитали, мы теперь святы. Потом мы прочитали с вами, что мы теперь перед Ним непорочны. То есть раньше на нас была эта вина греха, нашего греха. Теперь мы стали непорочны. Господь убрал эту вину греха с нас. И мы теперь непорочны в его глазах через Иисуса Христа. Давайте пятый стих посмотрим еще. Какой у нас еще статус есть, являясь гражданином неба? Усыновил, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Господь усыновил нас себе. Мы стали для Него родны. Мы стали Ему дети, родные дети для Него, дочери и сыновья. мы с вами. Одиннадцатый стих. В нем мы и сделались наследниками. Посмотрите еще. Что мы стали Его наследниками. Мы с вами являемся Его наследниками. То есть мы с вами получили и имеем право на Его благословение, на Его ресурсы, какие есть у Него, на заботу Его, защиту Его, и многое-многое всего. Мы с вами стали наследниками Божьими. Также это гражданство, которое Господь нам дал, оно дало нам право на постоянное место жительства там на небесах, куда мы все идем и стремимся. И знаете, это самое лучшее, самое высшее гражданство и статус, какой только может иметь человек вообще в жизни здесь или там в вечности, самое высокое. И все это мы получили и имеем благодаря жертве Иисуса Христа. Слава Ему за это. Давайте посмотрим на еще один момент, что еще мы с вами имеем и дает нам это гражданство. Ефесянам 2 19 Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Еще один момент, который мы с вами видим, что мы стали сограждане святым, то есть сограждане это граждане того же самого государства. Вы можете себе представить, что мы с вами у нас то же самое гражданство, тот же самый статус в глазах Божьих, как и у других святых, как у Павла, как у Петра, как у Давида, Авраама, Тимофея, Руфи, Авеля и так далее. И нас единственное, что с ними разделяет, это наше тело, в котором мы живем. Единственное, что нас с вами разделяет, потому что их тело уже умерло, и они уже переселились туда, в Царство Небесное. Мы сейчас с вами на пути туда, мы еще не там. А также мы просчитали с вами сограждане святым, а также мы с вами, братья и сестры, являемся сограждане друг другу, всем тем, кто имеет это гражданство небесное, всем тем, кто является Детем Божьим, мы с вами являемся сограждане друг другу. У нас одно и то же гражданство, один и тот же статус. Мы с вами братья и сестры, мы с вами родные, мы с вами близкие и дочери, и сыновья нашего Отца Небесного, малые и большие, старые и молодые, все до единого. Мы имеем одного Господа, мы имеем одну веру, одно крещение, один дух, мы сограждане друг другу. Вы знаете, гражданство, как оно в этом мире, оно дает не только право и привилегию какую-то человеку, но оно также несет, оно дает или содержит в себе особую такую ответственность или обязанность для этого гражданина, который живет в той или иной стране. а именно конкретно это жить по правилам и законам страны того государства или страны той. И неисполнение этих законов или порядков или правил, оно повлечет за собой проблемы для этого гражданина, повлечет наказание за собой и даже в некоторых случаях может лишить этого человека гражданства той страны. И точно так же, вы знаете, небесное гражданство, которое мы с вами имеем, оно не только дает нам право и привилегии, о которых мы с вами говорили, которые у нас есть, мы имеем их, но оно также обязывает нас жить по законам и правилам неба, потому что это небесное гражданство, по законам того государства, небесного царства. Бог нас с вами призывает, убеждает и ожидает от нас, чтобы мы, живя здесь, временно находясь здесь на земле, являясь гражданами неба, чтобы мы с вами жили по законам, заповедям неба. Вы знаете, законы неба небесные заповеди, то, что Господь нам оставил, они намного лучше, намного совершеннее, чем любые другие правила законы здесь, на этой земле. Давайте с вами посмотрим всего лишь на некоторые заповеди или законы неба, которые сам Иисус Христос, придя оттуда, сюда, на эту землю, принес их сюда и рассказал нам о них, как нам с вами жить, что делать, что не делать, когда делать и так далее. Давайте посмотрим всего лишь на некоторые моменты, которые записаны, о которых говорил сам Иисус в Нагорной проповеди. Матфея 5, 22. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Вот здесь, к примеру, в пример вот в этом стихе, Иисус говорит, как нам с вами обращаться друг с другом, или не обращаться. Вы знаете, здесь написано в этом синодальном переводе напрасно, в других английских переводах я смотрел, даже если с причиной, если у тебя есть эта причина, тебя вывел брат твой, сестра твоя, и ты скажешь на него, вот это слово рака, опять же, я посмотрел в другом переводе, значит идиот. Я извиняюсь за это слово, но оно в другом переводе. Если ты скажешь рака на своего брата или сестру, даже если они тебе причинили проблемы, боль, вред, обзовешь его как-то, мы с вами видим, что здесь какие вот проблемы могут быть у христианина. То есть Господь, Иисус Христос, сказал нам не делать этого. Можно осудить поступок брата или сестры, но нельзя своего брата или сестру обзывать вот такими словами. Давайте с вами посмотрим еще на один момент. 23 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, а тогда приди и принеси дар твой. Здесь в этих стихах к примеру Иисус нам говорит, как поступать опять же со своим братом с сестрой. Если получилась какая-то ситуация и ты знаешь, что может быть в гневе, может быть как-то обругал, огорчил, оскорбил своего брата, свою сестру, может быть заслужил он, но теперь он имеет что-то против тебя. Не надо жертву приносить, оставь ее там. Сначала пойди, Иисус говорит, примирись с братом твоим, с сестрой своей, а потом иди и приноси жертву Богу. Потом пой, потом проповедуй, потом другие дела добрые делай, другое служение совершай. Вот в этих стихах Иисус нам говорит об этом моменте. Давайте посмотрим еще на один момент. Стих 31 Иисус говорит, что нам, чтобы нам не разводиться со своей женой, со своим мужем, нельзя разводиться. 34 стих, а я говорю вам, не клянись вовсе не небом, потому что оно престол Божий, не землей, потому что она под ножа ног его. 37 стих, но да будет слово ваше да-да и нет-нет. Здесь Господь говорит, не делайте, не надо клясться, божийся, что ты как будто правду сказал, просто говори правду. Как граждане неба, просто скажи правду, и тот брат или сестра, кому ты говоришь, они должны тебе поверить, потому что ты сказал правду. 39 стих, здесь Иисус говорит нам, а я говорю вам, не протився злому, но кто чоку. То есть здесь я что вижу, Господь нас учит, чтобы мы не мстили друг другу. Даже если нас обидели, чтобы мы не мстили, мы не давали, чтобы обратно. Давайте посмотрим еще на один момент. 40 стих. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Кто хочет у тебя забрать место твое, положение твое, признание, может быть, какую-то похвалу или еще может быть что-то ты заслужил. Вот так он хочет забрать у тебя, он прям так и спит и видит это. Отдай ему, Бог разберется, Бог расставит все на свои места, отдай. 41 стих. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два поприща. Кто попросит тебя помочь ему в одном деле, помоги ему и в другом деле. 42 стих. Простящему тебя дай, и отхотящего занять у тебя не отвращайся. Если просит тебя брат твой, сестра, просит тебя какой-то совет, просит какой-то инструмент на время занять, может просит помолиться о его семье, о его детях, другое что-то, какая-то просьба. Иисус говорит, чтобы мы не отворачивались, чтобы мы помогали, чтобы мы просящему тебя написано дай, давали, отхотящего занять, не отвращались. 44 стих. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот это законы неба, того царства, того государства, кем гражданами мы с вами являемся, этой страны. И посмотрите 45 стих. Да будете сынами Отца вашего небесного. Господь ожидает от нас с вами, являясь детьми его, являясь гражданами его царства, исполнять вот это все, что он нам с вами написал и оставил. Он не просто так это написал и оставил для того, чтобы мы просто прочитали и потом дальше шли и жили так, как хотели, как нам заблагорассудится. Потому что дальше мы с вами прочитаем в седьмой главе. Посмотрите, если мы будем с вами так поступать, называясь верующими, называясь детьми его, являясь гражданами неба, если мы будем поступать все равно по-своему, не исполнять законов и постановлений заповедей Божьих, которые он для нас оставил, посмотрите, что нас с вами ждет. Матфея 7, 21. Иисус продолжает свою проповедь на горную. Не всякий говорящий мне, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 22 стих. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не от Твоим ли именем бесов изгоняли, не от Твоим ли именем многие чудеса творили? 23 стих. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие. Туда придет человек, присутствие Божие, после жизни на этой земле и скажет, Господи, я же ездил и туда, я же доездил и сюда, я же делал эти добрые дела, и делал то доброе дело, и это, я это служение нес, и то служение нес, я здесь помогал, там помогал, проповедовал, пел, играл, я все делал, я же ради тебя это делал, все для тебя. Господь скажет, мы с вами прочитали, 23 стих, объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие, то есть, делали, не жили по законам неба, не жили по моим заповедям, которые я оставил, по заповедям неба, вы не исполняли, вы их знали, вы их читали, но вы жили по-своему. Сохрани нас, Господь, чтобы услышать такой приговор, сохрани нас от этого. Знаете, заканчивая, я хотел бы, чтобы мы вернулись к нашему стиху, который мы с вами вначале прочитали. Филиппинцам, 3,20. Наше же жительство, гражданство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Господь сегодня нам с вами всем напомнил, что мы являемся гражданами неба. Здесь мы с вами временно на этой земле, но мы граждане неба. Там наша Родина, там дом наш и отчизна наша. Аминь, братья и сестры. Может быть кто-то из вас слышал о таком человеке здесь в Америке был. Он в 2005 году по-моему умер уже. Был христианином, но он был motivational speaker, Зиг Зиглер. Он не был проповедником, но он много говорил, учил людей, как быть позитивными, жить правильно жизнью. Но он был христианином, любил Бога. И он, когда в любой момент его спросили, где бы ни был, на самолете сидит, он много путешествовал для того, чтобы делать разные семинары. И когда его спрашивали, где бы ни был, в аэропорту, в самолете, в такси, куда ты держишь путь, Зиг? Куда ты едешь? Куда ты летишь? И знаете, он всегда отвечал, я лечу, я еду домой. Через Атланту, через Чикаго, но я лечу, я еду домой. То есть его мысли, его сердце, все его естество было там, дома, с женой, с детьми, дома. А здесь он просто проездом. Вот такое же у нас должно быть с вами, знаете, состояние, отношение, настрой, чтобы наши мысли, наше сердце всегда было устремлено туда. Ведь мы с вами граждане неба. Еще Господь нам с вами напоминал сегодня, что мы с вами также являемся согражданами друг к другу. Чтобы мы с вами относились друг к другу с любовью, с уважением. Почитай один другого в высшем себя. Потому что у нас один Господь, одна вера, одно крещение и один дух. Также Господь нам с вами сегодня напомнил, чтобы мы с вами, живя на этой земле, являясь гражданами неба, чтобы мы с вами жили по законам неба. Чтобы придя туда, чтобы мы услышали от нашего Господа, от нашего Спасителя, добрый и верный раб. Войди в радость Господина своего. Аминь. Помолимся. Спасибо. 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 Спасибо.